В третий день есть побуждение спросить тебя, явление, что ты думаешь о явлении Девятьярове, явление, была ли у него изначально вера в Иисуса Христа. Дмитрий Кузнецов, его друг, ушел сейчас в себя и наверняка выйдет с новым мучением, которое он получит от своего духа. Они уверены в спасении, так сказать, спасены поверье. И тут вдруг такая трансформация. Значит нет такого спасения, раз так легко отваливаются. Есть также ролики известных людей о уверенности в спасении. Как возможно иметь веру евангельскую, быть уверенным в спасении, потом назвать писание бумагой и пасть на самое дно. Понимаешь, вот один скажет, поверь, потому что он где-то услышал, его так научили этой фразе. Другой скажет, он так понимает. Третий по-другому. Есть истинная вера. И мы с тобой беседовали и говорили об этом. Что есть истинная вера? И что значит спасение? Вообще, что значит спасение? И оно не одинаково для каждого. Народ должен уразуметь спасение, так написано, в прощении грехов. А кто прощает грехи? Кому власть? Бог дал прощать грехи. Вот в православии, например, там священник православный и перед ним исповедует. Он говорит, не он прощает грехи, а он как свидетель. И в общем вот такой ритуал происходит. А с другой стороны, надо понять, что священники отпускают грехи не силой своего какого-то личного благочестия, а силой того поручения, которое священникам дал Господь наш Иисус Христос. Когда Иисус Христос жил на земле в одни своей земной жизни, Он сам прощал людям грехи, но когда Он готовился оставить эту землю, вот эту уникальную власть, о которой Он говорил, что Отец Небесный послал Его прощать грехи, Он оставляет ее на земле. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна, 20 глава, 21 по 23 стих. Иисус же сказал им вторично, мир вам, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. А Он говорил, что Отец послал прощать грехи. Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святаго, кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Но если по Писанию, то Бог дал власть прощать грехи. Если так говорят и исповедуют, что им дана власть прощать грехи, Он должен прощать грехи. А то, вроде Он и не прощает грехи, Он какой-то свидетель вдруг становится. Молитва, читаемая священником при отпущении грехов. Господь и Бог наш, Иисус Христос, благодатью и щедротами своего человеколюбия, да простит те, чадо, все согрешения Твоя. И аз, недостойный ерей, властью его мне данную, прощаю и разрешаю Тебя от всех грехов Твоих. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Не только в православии, но и во всей религии. Тчения Христа не знают, потому что Царствие Божие превыше всякого разумения. Всякого, какие бы богословы, какие-то там семинарии, школы, что бы ни было, невозможно. А без откровения народ не обуздан. Не знают, куда идёт. Вот, Сергей, широки врата и пространен путь. Пространен путь, ведущий в погибель. Вот туда правее, левее, выше, ниже. Вот этот путь пространен. Идёт народ. Это вся религия, все верующие так идут. Они не обузданы. Они не знают, куда идут фактически. И тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь вечную. И немногие находят. Вот среди тех, кто идёт широкими вратами, зашёл в религию, в любую. Там католики, протестанты, в любые. Динаминации, там православные. Вот широкие ворота, легко зайти. Туда зовут. Туда зайти легко. Куда хочешь, туда и зайдёшь. С удовольствием тебя примут. И пойдёшь. Но кто ищет Христа? Кто ищет? А кто любит Его? А кто ищет? Сам по себе не найдёт. Бог даёт. И он находит тесные ворота. Вот из этих миллионов, которые идут, некоторые, немногие находят тесные ворота. А чтобы пройти тесными воротами, нужно, как Павел, всё по честь засор. Всё, всё своё самое хорошее даже. Не говоря о грехах уже. Не о грехах речь уже идёт. О грехах там широкий путь, там идёт разговор о грехах. А узкий путь – это уже всё себя. Всё плоский. Ветхий человек должен за воротами оставаться. И вот узким путём пойти должен человек. Но это, понимаешь, это только ученики находят. И они могут идти, понимаешь? И один учитель у них – это Господь. Он учит. И вот что значит идти узким путём? Это жить по духу. И вот узкий путь, кто идёт узким путём, он иногда бывает вправо, влево, уклонился. Ну, надо вернуться на этот. И это происходит. А народ весь, он этот широкий путь. И вот когда написано, что создам церковь мою, и врата ада не одолеют её. Что это значит? Это не тогда создал Господь церковь. Он говорит, я альфа и омега, начало и конец. Вот это было начало апостолы. А в конце, в конце, вот в конце будет создана церковь. А врата ада – это религия. Писание нам много раз открывает места, где апостолы собирали церковь. Часто церковь описывается как собрание народа. И пишется слово «церковь» с малой буквы. К примеру, вот это место. Целый год собирались они в церкви и получили немалое число людей. Но также встречается часто в Писании слова «церковь» с большой буквы, как указание на творение Божие. К примеру, вот это место. Иных Бог поставил церковь, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. В 1 Коринфе, в 12-28. Здесь мы видим непосредственное участие Бога в создании церкви. Вот Девятьяров, да, речь Девятьяров, Кузнецов, там много всех. Кто они, по сути? Вообще, по Писанию, кто они? И не только они. Вот все, кто проповедует, кто в интернете проповедует, кто ездит по собраниям, все-все-все. Это кто? Уже пророки. Не все. Вот я тебе об этом и говорю. Внимательно. Кто такие пророки? Пророки – это те, вот сам по себе человек этим не будет заниматься. Вот просто душевный человек. Он будет где-то работать, где-то там бизнесмен, кто-то там сварщик, кто-то продавец. Он живет, может, ходит в собрания. Кто верующий, а кто вообще не верующий. Вот так люди, душа живет. Пророк – это тот, в ком дух начинает действовать. Понимаешь? И там много пророков появилось. Что значит появилось? Это появились пророки, это те, кто говорит о спасении, говорит о благой вести, говорят о Христе. Вот те, кто говорит, написано, если говоришь, как слова Божии. А как слова Божии, это только пророк может говорить. И очень важно, послушаем внимательно, написано, много появилось пророков. Испытывайте духов, от Бога ли они? Что это значит? Вот в человеке, какой дух движет человеком, чтобы ему проповедовать, чтобы ему там быть кто-то пастырь, кто-то еще, кто-то там, исцеление. Все, 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 что он делает, духовный карьерист, в смысле, вот карьеру духовную делает, это он движимый духом. А вот каким духом он движимый? Не написано, испытывайте, что он говорит, например. Они вроде говорят же все, евангельское там, цитируют, библейские школы закончили, опыт духовный, они такие, пламенная речь у них бывает, скафедры, ревностная. И многие из них от мира и говорят по-мирски, и мир слушает их. Что значит по-мирски? По-плоти их слушать, да увлечешься теми примерами, теми их возбуждением, наставлением. Впечатлительно, в общем, очень впечатляет их проповеди. И такие популярные проповедники. Но, написано, испытывайте духов, от Бога ли они? И написано, как испытать? Всякий дух, исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти, от Бога есть. Что это значит? Это значит, всякий дух, человеки, который движет эту душу, движет этим человеком, этот дух, если он соответствует, исповедует, не то, что проповедует, а соответствует. Исповедует, значит, соответствует всякий дух, если Иисуса Христу, пришедшему во плоти. Но, точнее, если смысл перевести, человеку это не будет понятно. Поэтому, перевели так. А, правильный перевод, смысл, всякий дух, исповедующий Иисуса Христа, входящего во плоти. Я когда это услышал, такая у меня радость была, что оно подтверждение именно этого откровения. Вот, пути Господни неисследимы. Какие пути? Эти пути в человеке. Вот в человеке Христос это говорит. Христос ли говорит во мне? Вот, кто сомневается, Христос ли говорит в нем, тот не рожден свыше. Кто рожден свыше, тот не сомневается, что Христос говорит в Павле. А нерожденный свыше, он не может увидеть царствие. Он этого царствия увидеть, ему духовно, он не может увидеть. Нерожденный свыше не может Христа увидеть. В человеке, понимаешь, вот в человеке должен изображаться Христос. Это везде подтверждается в Писании. Написано учитель ли кто и учитель, то в учении пребывать в учении должен. Многие называют примеры, много примеров, много случаев приводят, но сам это не прошел, сам в этом не пребывает. Понимаешь, они говорят как бы все правильно, много правильного говорят. но для христиан, для рожденных свыше, вот так говорится, что как понять сам человек, сам вот этот проповедующий пророк, сам от Бога или нет. Если в нем Христос не ходит, то тогда это дух антихриста в нем. Дух антихриста это значит вместо Христа он уже становится этот человек популярным, он становится уже как кумиром для многих, он становится ну как вождь, слепой вождь слепых. Вот слепой это тот, кто не рожден свыше и он не видит в нем Христа и не может увидеть, что в нем нет Христа. Я сталкивался, вот недавно сталкиваюсь с этим. Вот Девятьяров например, вот я смотрю в последнее время его, он все больше деградирует духовно, ему кажется он такой смелый, как бы вызов такой мужественный как будто бы, а по сути он духовное быдло, понимаешь, он все оскудевает и оскудевает его мудрости нету, мудрость у него, его мудрость душевная бесовская написана. Но что происходит? У него появляются последователи, одобрители, кто, кто не любит Иисуса Христа, они говорят о Христе, говорят о спасении, но они не любят, они хотят освободиться от Христа. Вот как раб, если он не любит господина своего, он хочет освободиться, ему в тягость рабство, а мы рабы Христа. Раб это значит принадлежащий, не то, что там в понятиях человеческих, но это, ты это все понимать и понимаешь. И сейчас последнее время и написано время начаться суду с Дома Божьего. Что происходит? Я думаю, я не утверждаю, но думаю, это суд. Происходит суд. Хочу раскрыть пошире тему начатка суда с Дома Божьего. Вера православная учит то, что суд начинается с сынов, ибо Бог наказывает всякого, кого принимает число сынов. христианин не должен избежать суда Божия, ибо не прийти на суд Божий значит не прийти к исправлению, исцелению и восстановлению. Суд заключается во вражде от ближних домашних властей, отказе от всего лишнего наносного, праздничного, гождению плоти, также достойного терпения скорбей и болезней. В этом состоит суд Божий для христианина при его жизни. Суд девятьяров, он не то, чтобы сгорел бы, допустим, говорит, и сгорел, или там что-то с ним произошло. Духовное есть свидетельство о нем, тяжелейшее свидетельство духовное, я знаю, но это мы имеем. А так по виду-то незаметно, чтобы он как бы весел и счастлив и такой. А он во тьме находится, но там написано плач искрежет зубов, будет, сейчас нету плача искрежет зубов, он в проклятие, проклятие это не значит в человеческих понятиях, что такое ужас, такое видимое, проклятие это, когда Господь изрыгнет, если кто крещен во Христа, и Господь его изверг, это анафема, это проклятие, внешняя, тьма внешняя, и вот там будет, плач искрежет зубов, они же познали, познали, что благ Господь, они вкусили, а им лучше бы и не познавать написано, они же познали, вот ты может думаешь, что а имел ли он веру, имел, и не только веру, он познал, ему была и милость оказана, и я не знаю, как это было все, но просил, получал, вот так произошло, и не только с ним это произойдет, сейчас со многими это будет происходить. Как ты думаешь, возможно ли покаяние в таком духовном состоянии? Думаю, что все, там уже покаяния не будет, и думаю, что это идет сбор плевелов. То есть это одна из грани холы на Духа Святого. Понимаешь, вот тебе сейчас, мне пришло тебе сказать, и если Бог даст, я тебе скажу, а ты послушай внимательно, вроде я простую вещь тебе скажу, но она нужная для меня, для меня это откровение. как жемчуг, не как это жемчуг для меня. Вот Господь говорит, и научитесь от меня, придите ко мне, и потом научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Вот какой бы он проповедник не был, какие бы чудеса не делал, какие бы исцеления, популярность, знаменитость, что бы ни было, великое, но если он не кроткий и не смирен сердцем, в нем нет Христа, в нем дух антихриста. Но дары, дары Духа Святого, он имеет к исцелению, даже к чудотворению, и на языках говорит, может, и пророчества через него. Но он, что значит смирен сердцем? Научитесь от меня. Кому он говорит? Придите ученикам, станьте такими, как я, Господь. И вот ты, когда смотришь, кто бы он ни был, если ты видишь, что он кроткий сердцем, что значит кроткий? Кроткий это тот, кто не ищет популярности, власти, доминирования, славы, не ищет в этом мире по плоти. Вот кроткий. Гордыни нету, которая в мире, она обязательно во всех. Во всех нас гордыня есть по плоти. И смирен сердцем. Что это значит? Господь пришел исполнить волю Отца своего ничего, только волю Отца Он исполнил. Вот так ученик должен душа смиренная, она покорна духу. Духу Христа, который в нас. Как жена покорна мужу, покорна мужу. Вот душа наша, она жена духа. И она покорна духу. И этот дух свободно, он тогда живет в нас. Если только дух Божий написано живет в вас, он должен жить. Жить это значит проявлять свои желания, делать что он хочет. Вот Господь он делал то, что хочет Отец. Хотя по плоти это было тяжело и тяжелейшим образом все происходило. Вот так и мы должны смириться и сораспяться Христу со всеми страстями и похотями, отвергнуться себя ветхий человек наш он должен умереть. Не жить им, а жить Христом. Вот истинная вера. Но это вера ученика. Это вера тех, которые будут посланы в мир для того, чтобы создать церковь, создавать церковь. Она в конце будет создаваться. Вот сейчас уже близко будет создаваться церковь. Вот эти овцы, которые сейчас в религии, во всех деноминациях, там везде, там есть овцы, вот они будут собираться, эти овцы. Кем? Христом. Это уже Христос пойдет, это Его второе пришествие. В детях, в сынах, в учениках откроются сыны Божии. Где же те сыны Божии? Где же их? Они ждут. Овцы ждут, им нужен. Вот православным многим царь нужен, ему кто-то нужен, им говорят, что вот должен быть царь, вот нам давайте царя. И вот они будут получать спасение тогда. А сейчас они соблюдаются, им надо в страхе ожидать и требить ожидать, чего они не знают и не могут знать, чего они ждут. Но они ждут, как Лот ждал, вот он выходил, Лот, и садился, и ждал чего-то, какого-то спасения, избавления, он в Содоме мучился, в этом Содоме, вот они тоже им плохо, они видят это беззаконие, грех, разврак, лукавство, обман, лицемерие, они это все видят. Но они кроткие, они вообще милостивые, вот настоящие божьи овцы, которые в религии, они милостивые. Господь говорит, вот таким говорит, идите научитесь, что значит хочу, не жертвы, о милости. И вот им дано, им дается, что чтобы они миловали, миловали, им это нравится миловать, понимаешь? А миловать это значит любить, как самого себя. Это не божественная любовь, вот как ученики друг друга любить должны, любовью, которой я возлюбил вас. А среди овец, вот милость это и есть, как самого себя возлюбить. Мы хотим, чтобы к нам милостиво относились. И вот когда они относятся милостиво к окружающим, даже к животным милостиво, животным даже, к червячку бывают милостиво, вот такие. И им не надо никуда уходить, выходить, куда-то в деревню ехать, в леса, в землянки, ничего этого не надо, нигде не скроешься, никуда никого не найдешь. Этого не надо. Надо вот там, где есть, там и находиться. Господь, сам Бог за ними придет. Кто придет? Посланник, делатели, жнецы последнего времени. Жатвы много, вот сейчас жатвы много. Делателей мало, молитесь, вот они молятся. Где они, сыны Божии? И вот они откроются, сыны Божии. А это откроется что? Это суды откроются. Вот они пойдут и какое спасение народ будет получать? В прощении грехов. Вот эта овца Божия, она примет кого? Христа. Принимающий вас, принимает меня, Господь говорит, а принимающий меня, принимает пославшего меня, Бога. Это Боги пойдут. Это напрямую не написано, напрямую, но намек, много намека на это, кто разумеет, тот разумеет. Вот апостолы пошли, да, это Боги пошли, сыны Божии, это Боги пошли. Вот кто его принимал, и он имеет власть прощать грехи. Вот они имели власть, только апостол эту власть, посланник имеет эту власть, власть, славу, которую ты дал мне, я дал им. Это только ученикам. Надо быть ученику и достигнуть, достойно, довольно ученику быть как учитель, достигнуть учительства, как Христос будет. Это Христос идет. И Христос прощает грехи. Почему вообще в Израиле было вообще это невозможно, как он прощает грехи. Это за богосхульство там принималось. Понимаешь? Только Бог прощает грехи. И вот апостол он прощает грехи. А это спасение для овцы. Истинная проповедь Евангелия будет тогда, сейчас нету. Сейчас никто не способен к этому. Никому власть не дана на это, чтобы истинная проповедь Евангелия. Она в духе святом с чудесами и знамениями. Понимаешь? Подтверждение. Вот апостол посланник, только посланник обладает этой властью. И посланник он знает, ему открыто с кем разговаривать, а с кем вообще он не разговаривает. Написано на пути не приветствую никого. Входи, входи в дом, входи, собрание верующих, город какой. Город это вот допустим епархия какая, или там духовные города. Такое служение, славное служение. И сейчас нет. Сейчас вот Девятьяров, например, там принцип его сейчас действий это бесовские, дьявольские действия. Почему? Потому что дьявол через него старается истину повергать на землю. Написано будет антихрист, дух антихриста истину повергает на землю. Какой духовный смысл? Он по-человечески, вот если так трезво посмотреть, не так критически, что ах, вот такой произнес как бы это анафема. трезво если по-человечески, по логике мышления человеческой, да он прав. Понимаешь? Он прав говорить, смотрите, что написано. Вот находит специально эти места, понимаешь? Находит специально те места и он повергает на землю. Что значит повергает на землю? Евангелие оно не земное, оно не человеческое, а он человеческий подход к этому делает. Вот как Господь сказал отойди от меня сатана, да? И объясняет, ибо ты думаешь не что Божье, а что человеческое. И вот тот, кто плотский, понимаешь? Кто кого дьявол привел в собрание верующих, ну так если говорится в церковь, да? плевел. Дьявол ведешь своих туда. С какой целью? спасения, избежать будущего гнева. Вот кто так пришел, тот с удовольствием слушает Девятьярова, понимаешь? Если они так легко отваливаются от веры, значит достаточно поверить, что Бог есть любовь, как проповедуют кузнецов и Девятьяров, и жить в свое удовольствие. всякий желает спасения, но каким образом? Иоанн говорит, кто внушил бежать от будущего гнева? Они же от будущего гнева, они же спасения хотели, шли, когда рождение хитина. Он говорит, сотворите плод достойный покаяния. Они не хотят, они хотят эту греховную жизнь, любят этот мир, греховную жизнь, возлюбили тьму более, нежели свет. Вот эта группа людей, горе этих людей, они любят тьму более, нежели свет. Свет посвятил, они слышали Евангелие, читали, молились, им каждый познал, что благ Господь. Но тьму возлюбили более, нежели свет. Вот кто так возлюбил, тот для того девятьяров это герой, который противостал. А он на самом деле по-человечески он себя так ощущает, а на самом деле так так то. Сеять как пшеницу это еще одно из попущений Господних. Попущение сатани сеять христиан как пшеницу, разделять избранных вере. Господь проверяет каждого на прочность вере. Так сеет сатана. Через одного тут бельгиня сотни христиан отпадут от веры крестовой. Речь идет о ученикам вас сеять как пшеницу. Но я молился о тебе говорить, дабы не оскудела вера твоя, и ты некогда обратившись, потому что невозможно человеку. Ничего невозможно. Кто же спасается? Господь говорит, человекам невозможно, Богу все возможно. Вот уповающий на Господа, веровавший Ему, вот через эту веру получает спасение. И не одинаково спасение, можно ее потерять, а как спасены? Тоже вот эти вопросы. И все по-разному будут говорить, потому что человек не разумеет, он не понимает, вот для него, что спасение. Он берется рассуждать для кого-то, для чего-то, как все должны, или как кто-то должен. А про себя пускай рассудит каждый человек. А я, что мне нужно для спасения? Как мне спастись? Кому мне? А кому мне? Души. Евангелие, благовесть, она души, и только души. Вот души. И душа уже, услышав, когда она пришла в этот мир, она не выбирала ни национальность, ни страну, ни время рождения, душа не выбрала. А вот сейчас именно душе дана возможность выбирать. Или остаться в ветхом, вот этом человеке, в этом мире, если ты любишь это все. Или перейти в другой мир. в другую жизнь. Вот она истинная вера. Жить уже не ветхим человеком, а жить уже Христом, который нам дан. Нам дается другая жизнь. Вот она жизнь. Ты меня видишь, что мы ощущали руки наши, ибо жизнь явилась. Вот ты видишь сейчас жизнь моей души. Визуально видишь, да? А внутреннего человека, рожденного от Бога, ты не видишь. Потому что Царствие Божие неприметным образом совершается внутрь нас. Вот этот внутренний человек, он младенец, сперва младенец, потом он должен расти. А чтобы он рос, младенец, Христос в нас маленький родился, и вот чтобы он рос, что нужно? Отвергаться себя. И вот душа там должна пребывать, чтобы дух плотнее пользует немало. Понимаешь, религия, она не пользует немало, она к плоти. Свечку поставь, на литургии сто поклонов, что только не делай. Хоть на коленях ползать до Иерусалима и обратно всю жизнь. Ничего толку нет. Плотнее пользует немало. Написано дух животворит. Вот когда душа в духе, вот тогда она в смирении, пред Богом. Бог в нас это вот дух рожденный, от него это Бог в нас. Это дух Христа, дух усыновления. И вот когда она в духе и дух живет, животворит, то Христос жизнь творит. Понимаешь, тогда жизнь растет в нас. Тело Христа в нас растет. Плоть Христа слово плотью в нас. Она растет. Вот эта душа в этом теле войдет в царствие. Это сын войдет в царствие. Вот так воспитывает и рождает себе детей Отец Небесный. Вот это семья Бога. Семья Бога это и есть Бог. Но в Боге Отец, Сын, Первенец, Иисус Христос. И там личности нет. Вот три личности. Нету самостоятельности. Понимаешь? Вот возьми семья, если вот простая человеческая семья, отец, допустим, мать, простая земная семья, ну там десять детей, да? Если кто самостоятельным становится, он уже не член семьи. Нету самостоятельности. Одно. Вот это и есть Бог единый. Единая семья. Понимаешь? самостоятельный вот дьявол захотел быть самостоятельным. Все. Иди. А взаимоскрепляющие связи это любовь. Держит любовь. Бог есть любовь. Вот в Боге, в Боге, в этой любви существует семья, которая есть Бог. Да будет Бог все во всем. Это есть. Да будет Бог все во всем. А троица, троица это правильное понятие для религии, для протестантов, православных, для всех. Это правильное понятие. Этого достаточно, дальше уже пробиться нельзя, невозможно пробиться, ни душой, ни умом. Этого достаточно. троица, отец, сын и дух святой. Это уровень понятия. Превыше всякого разумения. Только отец только откроется в сыне, сын открывает, во Христе только открывается потом. Никакая, ангелы не знают кто отец. Они видеть не могут. Никто, никакая тварь не знают кто отец. и сына никто не знает, кто он по сути вообще. Чтобы знать, надо быть таким же, понимаешь. Вот человек человека кое-как знает, кое-как. А вот собака человека не может знать, муравей человека. Там вот коза у меня есть, две козочки. Вот я выхожу, они орут, есть хотят, две сразу. Вот и все, сейчас принесет, есть. И все, они дальше никуда. но не знаем, что будем, понимаешь. Знаем только, что когда откроется, будем подобны, а будем как он, такими, как он. А сейчас знание наше, что мы дети Боги. Нет больше того счастья, чем внесение креста своего. это счастье для христианина, для рожденного от Бога. Вот счастье. А для кого это несчастье, а для кого это так внешнее что-то. Вот он девятьярово слушает и радуется. Вот наконец-то, наконец-то не надо ему душу полагать, не надо ему сораспяться Христу, не надо отвергать, можно там продолжать. Он же хороший человек. Вот кто сам для себя хороший человек? Это все хорошие люди. Превелы это хорошие люди, в своих глазах хорошие. Они не больные, они здоровые, которые не нуждаются во враче. А кто больной? Это душа. Душа, которая от Бога, она больная. Она болит. ей плохо. В этой плоти греховной, понимаешь, плоти, в тюрьме ей плохо. Вот ей нужен Христос. Она любит Христос. А они любят мир, любят грехи. Вот Сергей, весь мир поклоняется дьяволу, без исключения. Все и мы поклонялись дьяволу. Обязательно. Душа не может просто существовать. Вот просто душа. Она немощная. это женская сущность, понимаешь, дух женской сущности. Ей нужен дух, муж. Вот кто-то, вот даже он занят, знаешь, футбол, например. Вот он идет на футбол, орет там все. Это поклонение дьяволу. Даже на рыбалку идет, вот на рыбалку, как бы ему там у жены отпроситься на рыбалочку. Ему там жена это второе, дети, третье на рыбалку посидеть с мужиками, там выпить. У кого что? Весь мир поклоняется дьяволу. Я уже не говорю о тех грехах омерзительных, дальше и дальше, которые именоваться не должны. Вот филателлист, допустим, он марочки собирает, марочку нашел, деньги скопил, там последний купил марку. Это что? Это поклонение дьяволу. Шоу-бизнес, спорт, все поклонение дьяволу. Но Бог ищет себе поклонников в духе истине. Что это значит? Тоже не понимают. Ну и кому надо, тот понимает. Тому Бог открывает. Кому надо, тот ищет. и находит. В духе душа, она всегда ей дух нужен. И душа, которая от Бога, ей один дух нужен. Только Христа. Больше других духов ей не надо. Вот в мире много всякого интересного, развлечений, увлекательного, познавательного, много-много всего. И так мир влечет. Он душу кого влечет? Душу, чтобы эти духи жили, они проявлялись в этом теле, понимаешь, чтобы это тело было храмом нечистых духов, храмом дьявола, чтобы было, понимаешь, и шло поклонение дьяволу. И во всем оно происходит. Но написано блаженны нищие духом, не имеющие никакие духа, вот этих увлечений, вот о чем речь. Смысл не то, что он себя считает нищим духом, вот он духа не хватает Христа, или духа святого ему не хватает, и он блажен, если он себя нищим считает. Но это ересь, ну это непонимание, ну ничего страшного, заблуждений много, такие понятия всякие, но блажен нищий духом, это душа, которая любит, и она пребывает, и смирилась сердцем только вот перед этим духом, духом Христа. Остальное все, все почел засор, все преимущество свое, не порочен в законе, все засор, ради приобретения Христа. А он мир наш, вот кажется, вот как скучно быть христианином, как это скучно, вот кто в этом мире не находится, для того им надо вот телевизор, шоу, там какие-то там открытия, путешествия нужны, а христианину нужен Христос. И Господь говорит, мир мой даю вам, если вот перевод правильный, космос мой, космос еще это порядок мой, космос еще, ну смысл порядок, космос, вселенная, мой космос даю вам, и он говорит, не так, как мир дает, мир по-другому все дает, я даю вам, вот у вери должны принимать это, у вери, вот и есть, без веры Богу угодить нельзя, а этот мир все другое, как может христианин, познавший Христа, рожденный от Бога, отпасть от него? Может человек возвращается многие на блевотину свою, пес, на блевотину, свинья вымотая, валяться в грязи идет, понимаешь, познали, что благ Господь, свинья, да вообще христиния, надо же понимать, кто такой христиния, понимаешь, христианином не становятся, им рождаются, но ученики начали называться христианами, вот ты можешь родиться, допустим, царевичем, да, но еще не называешься, это втайне, никто не знает, и родители не знают, что ты христианин, а ты христианин уже, уже душа от Бога, прежде сотворения вот эти души, вот это христианин, плевел, зачем идет, его дьявол туда, влечет, а Господь говорит, никто не приходит ко мне, если кого не привлечет Отец Небесный, к нему, они ж не к нему идут, вот он идет в собрание, в собрании может ему помогут, в собрании ему сказали исцеление, ты можешь получить там какое-то освобождение, еще что-то, он же не ко Христу идет, он его не любит, не знает, и знать не хочет, ему не нужен Христос, он воспользоваться хочет, когда Киану шулей, крестителя, он говорит, порождение Ехиднина, кто вам внушил бежать от будущего гнева, сотворите плод достойной покаянии, перестаньте делать то, перестань, а если перестал, вот как то же самое православие, допустим, он блудит, там, и так далее, да чего там только нету, тюрьмы переполнены, православные, да, с крестиками, там у них татуировка на всю спину, там храмы, православные, попы приходят, там, да ужас, это посмешище, для нормального человека, ну просто для здравого человека, они порочат, порочат, и приводят, ангелия, имя Христа, порочат, это вот так, дьявол смеется, она говорит, что она невеста, царица, сижу царицею, понимаешь, она себя провозгласила, царицею, вот эти попы в царских одеждах, эти католики, которые там, в Ватикан, там в золоте они купаются, там богатейшие у них там и банки свои, и все, что значит спасение, чье спасение, о каком спасении вообще идет речь, спасение души, понимаешь, я тебе сказал, что оно не одинаковое для, вот для ученика это одно спасение, для церкви вообще, для тела Христа это спасение с вечной славой, а вечная слава это тело Христа, в теле Христа спасение, в царствие входит, в вечное тело, до Христа дается благодать, а спасутся не только они, и язычники, и из язычников те спасутся, которые не в теле Христа спасутся, а ради избранных, вот это и избранные спасения, избранные спасения, но опять-таки спасение, нужно человеку определиться, его личное спасение, какое, вот ученик, он при жизни спасается и достигает воскресения внутрь, Христос в нас должен воскреснуть, что значит воскреснуть, явиться, понимаешь, вот как он явился по воскресению, вот по воскресению он теперь явится в детях, ползу, кому, этому миру, этим народам, и покорять народы верить, покорять народы, вот эти народы языческие, духовные, верующие, и спасение, оно что-то в православии, например, там понятие какое о спасении, вот какое, не по вере, да, вот ты говоришь, как это за спасение по вере, а спасение, оно во Христе, вот для меня спасение во Христе, вот моя душа должна перейти во Христа, и во Христе она получает оправдание, прощение, искупление, во Христе она в другом теле, но чтобы она туда вошла, есть условия необходимые, обязательно отвернуться себя, ветхого человека, этих духов всех, всех этих увлечений, любовь к миру, себя, своего характера, возненавидеть отца своего, мать свою, что значит возненавидеть, понимаешь, вот то, что ты видел в них, что тебя уважал, привлекало тебе, чем ты гордился своим отцом, вот допустим, вот я, например, некоторыми вещами, я теперь не горжусь этими вещами, понимаешь, я теперь свои родственники ближайшие, и кто бы то ни был, я по-другому на них смотрю, вот это и есть, возненавидеть, это не то, что, чтобы, знаешь, души там человека возненавидел, или убежал от него, или что, хочешь его видеть таким, каким ты прежде его видел, понимаешь, и вот, например, кто это объяснит, вот спроси попов, или каких-то богословов, кто объяснит, вот говорят, любите врагов ваших, ну, хорошо, слушаем дальше, а как тогда любить врагов и ненавидеть отца своего и мать свою, вот как это объяснить, отца и мать ненавидеть, а врагов любить, конечно, так, как это объясняет Златоуст, Филофилакт, Сирин, там, это, они очень хорошо это все объясняют, очень хорошо, но для кого? Для народа, их понятно, народу понятно эти объяснения, это все хорошо, но это не откровение, они не имеют откровения, они не знают тайны, понимаешь, а ученикам изъясняет наедине все, только ученикам, а вот эти все предания, все, они, они назидательные, они, объясни, что значит любить врагов? врагов? Вот есть враг у тебя, допустим, да? Он может есть враг и есть враг, но вдруг, вот ты хотел мне позвонить, например, да? а потом не стал по какой-то причине, ты правильно сделал или нет? А ты хотел это от Бога, если от Бога, то ты неправильно сделал, что не позвонил, а если от Бога это, то надо это сделать, и вот когда от Бога к врагу дается милость, дается какое-то свисхождение, помилование, это и есть любовь, но это не божественная любовь, а сделать врагу так, как если бы ты желал себе, понимаете? Вот в Израиле люби, возлюби ближнего твоего, по сути, вот, у евреев, это значит, делай ближнему так, как самому себе, это не божественная любовь, это вот так ты должен поступать, как если бы ты хотел с тобой, что бы поступать, и вот если тебе Господь дает вот это, понимаешь, ты можешь мимо врага пройти, обойти его, избежать врага, ну, живет там сосед вдруг враг, ну, и живет, пускай свою жизнь живет, но бывает, что враг, а ты не знаешь, кто он, он враг тебе, а он христианин может, он помаженник, понимаешь, и Господь вот так сближает, бывает, этот враг становится браком, там вдруг, заповеди не было такой, в Израиле, что ненавидь врага своего, нету, а в народе это бытовало, понимаешь, это в народе просто, вот как народная такая, установка такая народная, понимаешь, что ненавидь врага своего, Господь говорит, у вас говорится, по-моему так, говорится у вас, не написано, или вот сейчас многие склоняются, был закон от Бога, глаз за глаз, зуб за зуб, да, а смысл так, смысл так, ты не обязательно глаз у него вырвать должен, если он тебе повредил, а просто больше этого не сделай, понимаешь, мышка, если нам глаз выбьют, мы убить готовы, это сдерживающий закон, и того сдерживать, ты зуб не выбивай, тебе тоже выбьют, но если тебе выбили, то ты в челюсть не ломай человеку полностью, понимаешь, это очень мудрый закон Моисея, если его посмотрите, он, это божественный закон, до плоти, и вот его подтянули, закон Моисея, и вот так подтянули многие, в религии, потому что откровений не имеют, надо что-то делать, надо как-то народ держать, надо какие-то ритуалы, надо какие-то систему придумать, понимаешь, и вот надумали там всякие системы, потому что нету водительства духом, не живут духом, а живут по плоти, и вот поэтому закон Моисея, а закон Моисея, это закон Моисея, потому что они крестились, в Моисея. А мы крестились во имя Иисуса Христа. В Учителя крещение происходит. Вот в Израиле крестились в Учителя. Это было неудивительно. Вот если учеников имел, они крестились в Учителя. Они должны были стать как Учителя. И вот закон Моисея. И не исполняют его, и призывают, и частично наберут, все перемешали. Ну, этому надлежит быть. Ну, и хорошо. Ладно, там земля сгорит, и дела на ней. Это все дела плотские. Земля и дела на ней сгорят. Все плотское сгорит. А плотское это бесовское. Понимаешь? Потому что по плоти человек, душа просто так ничего не делает. Вот Павел, он все почел читаю. Что? Он говорит, то, чем мне хвалит. Если кого хвалится по плоти, то это мне. Он посвятил жизнь свою. У ног Гамалеила учился. От евреев евреи. Обрезан обрезание на восьмой день. И все заслуги. Второго такого не было в Израиле. Я думаю. Вот как Павел. И он это все почел читаю. Это не ссоры, не мусор. Но читаю. Ради, он говорит, не просто так, а ради приобретения Христа. Вот так любому человеку и тебе в том числе тот, который потрудился, вот ты решил для православия потрудиться. У тебя есть те, которые тебе пишут, благодарны. Как бы твои заслуги духовные в этой религии, понимаешь, вот в православной религии, твои достижения, там, вот это все. Вот придется тебе от этого всего отказаться ради Христа. Понимаешь? И не только тебе, а вот всякому православному, потому что среди попов есть те, которые на самом деле они искренне служат, понимаешь, они так верят, они так служат искренне. И вот им надо будет тоже отказаться от всего. Вот как Павел отказался. Для того полностью перешла душа во Христа. Не так, чтобы и в религии иногда во Христе, вот твое состояние духовное, оно то религиозное, понимаешь, то оно пробуждается Христовое, ты ощущаешь, что это не то. Ты можешь там вот эти атрибутики, вот эти обряды, это не твое. Это монашество что-то. А что-то православное твое. Вот это твое православное, оно все до конца должно. Это не евангельское. Я исповедую не православный обряд. Я исповедую православное учение, которое противоположено протестантскому. Я говорю о отречении от себя и следовании за Христом. Говорю о не любви к миру, о любви к Богу. Из всех христианских учений это мучит только православие. я исповедую таинство православия, а все наносное отвергаю. Знаю то, что будет время, когда нужно будет оставить православную церковь. Это будет призыв от Господа и все те, кто его услышат этот призыв. Но пока еще не время. Учение о Троице, да, вот кто говорит о Боге, об Отце, рассуждает, много чего написали, нарассуждали, очень много. Я слышал и проповеди на эту тему, евреи говорили, кто там только богословы, как бы они объясняют и говорят о Боге. Сейчас внимательнее. Сам Иисус Христос сказал, сына не знает никто. Никто не знает сына, ни ангелы, никакая тварь, никакая сущность, никакие силы, никакие власти, никто сына не знает, кроме Отца. Только Отец знает сына, моего сыночка. Сына знает Отец. А дальше И отца никто не знает, кроме сына. Это Сам Господь говорит. А потом Он говорит, И отца никто не знает, кроме сына. А дальше, и кому сын хочет открыть. Хочет открыть. И только в сыне, во Христе открывается Отец. Сын открывает. Как это происходит? Вот в нас мы верою приняли Христа. Понимаешь? Те Дух Христов. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Не просто Христос как бы храм, а еще Дух Христа. А что это за Дух? Это Дух, рожденный от Отца. Это Отец в нас. Понимаешь? Вот Дух, рожденный от Отца, это Дух Христа в нас. И вот теперь Душа, которая вне находится, она любит этого Духа. И ей дана возможность познать, соединиться, как жене мужа, вот такой образ, соединиться с Духом, познать Отца. Во Христе Он дверь, понимаешь? Он путь. Вот этим путем Душа чего достигает? Любви. А любви не имею я ничто. Чего не имею? Любви не имею. Чего не имею? Духа не познала. Вот она любовь. Душа с Духом соединяется, и это уже не двое, а одна плоть. Какая плоть? А плоть Иисуса Христа. Слово стало плотью. Вот новый человек, который втайне в нас. Христос у нас упование славы. Это Бог в нас. И в Боге душа наша в Боге. Она не в мире уже, не в мире, не в этой плоти, в этой тюрьме, а вот жизнь и смерть. Избери жизнь. Смерть это наше плоть смертное, ветхое, тело печает, там все. Это смертное. А есть жизнь, Он есть жизнь вечная, Христос. Вот в Него надо войти. Вот в Нем спасение. Кому в душе? Какое спасение? Вечное. От чего? Да от всего. И от этой тюрьмы, и от этого мира, и от этих духов нечистых, и от этого характера, от всего. Спасение. Вот оно спасение. Для кого? Это спасение не для всех такое. Спасение разное. Это для христигин. Не одинаковое спасение. Вот для мусульман будет спасение? Да, мусульман. Но они не наследуют царствие вместе со свободным. Душа, душа, она без Христа живет в этой тюрьме, в этом мире, в этой тьме. И слышит Евангелие, благовесть, радостная для нее весть. И это благоухание, не для всякой души, а для спасаемой, а для погибающей, которая любит мир, во тьме, возлюбила больше. Это зловоние. Евангелие зловоние для души погибающей. И не всех Бог любит, и не все ко спасению, есть сосуды предназначенные к погибели, для излития гнева, нечистый доскверняется еще, а святой досвещается еще. Вот спасение достигается. Вот поверь, не поверь, они говорят, написано, что не знают, и утверждают, как бы, что не понимают. Они утверждают то, чего и не знают, но утверждают. Они же хотят предстать учителями. оттуда.